мы можем видеть все сетевые связанности и это круто и это наверное расскажу вам потому что другие решения отъедают слишком много ресурсов кластером спойлер на 1900 нот это непозволительная роскошь кажется что этого еще не делали и дальше все как в тумане хоть я здесь как попасть в мою команду сложно не сдавайся меня зовут александр герман я занимаюсь безопасностью кластеров в к то есть лидирую команду и сегодня я вам об этом подробнее расскажу и у меня уже представили вот про это я вам сегодня расскажу и надеюсь что будет супер интересно и супер круто для чего я хотел бы это рассказать ну во первых мы сходим на конференции чтобы поделиться опытом и чтобы мы поняли какие подводные камни вообще могут в принципе быть и как их обойти и как сделать хорошо и быстро вот и как говорится про успехи рассказываетесь легко и приятно но я вам сегодня еще расскажу про неудачи потому что это тоже важно и так что нам дано дано нам огромные кластера которые постоянно под нагрузкой на которые нужно обезопасить у нас есть elastic вот и мы решили ставить elastic agent stand alone каждую ноду а потому что elastic agent может смотреть не только что происходит на ноде но это что происходит внутри пода окей мы поставили а и поняли что у эластика есть одна фундаментальная проблема слишком много отъедает ресурсов то есть он из коробки ест около 4 cpu и порядка 2 4 4 гигабайт рам при нагрузке это вообще вылетает в космос а почему это происходит ну вот так вот написано elastic мы долго смотрели на эту проблему поняли что это не решение какое естественно дальше решение мы хотели сделать мы поместили как так как опять же elastic умеет в контейнеризацию и свой агент он умеет ставить в контейнере мы естественно засунули это все в контейнер взяли yaml конфиг подправили вы дали ему реквесты и лимиты и демонстер потом раскатили опять же на кластер чтобы понимали кластер порядка 1900 нот сколько там подов вообще это запредельный суд ну цифры там вообще а вот и поняли что даже при высоких ну то есть выставленных реквестах и лимитах он все равно отъедает слишком много то есть там суд получалось то что нам нужно еще несколько серверов десятков серверов ставить для одного инструмента и б чтобы мы могли отслеживать что происходит вообще у нас принципе в кластере не пойдет то есть это это не успех так делать не нужно мы посмотрели на elastic агент мы попробовали с ним что-то сделать у нас это не получилось на вот ввиду вот этих самых обстоятельств что мы такие мы отказываемся от elastic агента ну потому что он полетел то есть да идея хорошая да должно было полететь но нет оно не полетело и а и выяснилось еще что elastic elastic агент вот даже если вы раскатываются демон сетом он фундаментально ну то есть он скорее всего не доделан и он не все то что происходит в контейнере может нам передать то есть после долгих экспериментов мы поняли что не все мы видим то что происходит в контейнере и решили от него отказаться а мы поняли что это не путь джедая давайте посмотрим в сторону и bpf а да давайте мы начинаем смотреть в сторону и bpf а и что мы видим мы приходим к тому что нам нужны bpf и татрагон а почему именно татрагон здесь опять же все выходит из того что у нас хайлоуд кластера то есть условную фальку мы не можем ставить потому что у фальки есть свой там внутренний коррелятор который опять же что-то делает на кластерах что-то делает на нодах у нас жесткая была политика что на нодах мы ничего не делаем и только с них что-то собираем поэтому мы взяли elastic и мы взяли этот рагон и прекрасно раскатили его на все ноды после тестирования выяснилось что что с использованием эластика эластик в среднем отъедает на одну ноду 0.03 в цпу и доль не больше 250 мегабайт память прекрасно супер мы у нас кластер покрыт покрыт нашими метриками бы все собираем и все видим но следующее у нас появилось слишком много шума почему этот шум вообще стал происходить потому что айпи тейблс постоянно конфигурится потому что калика цилиум что-то на кластере делает потому что там сами приложения которые у нас крутятся условный бэкэнд какой-нибудь много всего генерит то есть стало понятно что да мы в принципе видим все что у нас происходит на кластере как бы то есть мы и так как датрагон разрабатываю те же ребята которые разрабатывают ядро ну то есть контрибьют в ядро линукса и bpf то есть он супер он супер мало есть он прекрасно устанавливается он собирает все что нам нужно слишком много мусора то есть того трафика ну то есть сбора там процессов садов процесса оксидов который в принципе нам-то и не нужны вот что с этим делать мы подправили конфиг ну так как это open-source мы подправили конфиг драгона что мы исключили теном спейс который в принципе нам не нужны с которых он собирался допустим но по умолчанию не собирает допустим с куб систем да то есть вот вон у него в конфиге изначально прописано что да не собираем с куб системы с куб систем и еще там таких номер спейсов мы ограничили тенем спейсы которые нам необходимы в которых у нас там условное про продовое окружение кружится вот и дальше путем глубокого ресерча нам стало понятно что да мы можем но прямо написать свой холм в которой мы будем передавать свой конфиг который будет собирать только то что нам нужно то есть там прям в татарагоне можно зафильтровать те вызовы которые в принципе нам нужны мы это сделали шум уменьшился там в порядок то есть если там изначально там было условно там 50 миллионов событий в час то мы пришли там к 300 тысячам событий в час то есть это минус нагрузка на сеть это минус нагрузка на ребята сока а вот и опять же там глубина хранения которая нам нужна но у нас есть она соответствует то что нам необходимо ну и опять же то что мы собираемся сколок об обилиться и то есть опять же с помощью ну там понятно что на кластерах уже некий там сборщик логов стоит вот мы собираем аудит полисик обилить сколы то есть все в принципе что нам нужно и отправляет это сок ребята сока написали свои корреляции они видят то что это происходит либо на ноде либо это происходит в подио и они сразу на это реагируют то есть там приходят к админам с вопросом либо же там по своим плейбуком заранее отрабатывают это все казалось бы успех но у нас следующий момент образовался что да мы собираем мы ведь мы все видим то есть ничего не может произойти того чего бы мы не залогировали и не увидели в кластере вообще то есть это на уровне драмы все собираем вот да но нам захотел то есть но теперь нужно понимать какие же сами контейнеры у нас крутится в кластере насколько они ну уязвимы здесь мы пришли того что есть такая прекрасная штука как 3v оператор вот и его тоже можно поставить на кластер но мы хорошо прекрасно мы поставим это на кластер но опять же это когда запускается момент сканирования наших образов прямо в ран тайме то есть нагрузка на кластер повышается то есть опять отбедается много ресурсов окей а не пойдет но у нас и так там каждое ядро на счету мы не можем так мы не можем себе это позволить чтобы в один там рандомный момент когда 3v захотелось запуститься она запустилась и допустим какие-то контейнеры срочно там куда-то эвакуировались нам но не надо это переехали поэтому вот доклад назад рассказывал игорь игнатьев игре если смотришь скрешивать ее оздоровление вот он рассказывал что у нас есть замечательная такая штука как security gate и родилась опять же а зачем нам вообще в принципе проверять это все прям на боевом кластере если мы можем собрать с бомб и отправить это в security gate чтобы security gate сразу это все проверил и выдал нам результат то есть более того не просто выдал результат так еще и поставил уже таску на разработку или на админов на исправление того что вот у вас допустим вот в таком-то образе у вас там вот там то то уязвимо да или у вас там какие-то секреты внутри хранятся таким образом на самом кластере мы не проверяем ничего единственное что делает риви естественно мы его записали она берет собирает збом и отправляет его в security gate опять же то есть это все заворачивается сначала все слог в json и слог и отправили это все в security gate и это все там провалило провалилась посмотрелось провалидировалась и после в случае необходимости поставили стаски казалось бы опять же прекрасно вот так вот выглядит збом и вот так вот он отправляется у нас в security gate и опять же при этом мы абсолютно совершенно не нагружаем никак кластера казалось бы успех но у нас еще одна следующая история есть не так давно месяца три назад я рассказывал про федора если кто не видел то этот доклад есть на вк клауде и их канале на ютубе вот советую посмотреть там гораздо больше расширенно про это все рассказано что такое федор вот это наша внутренняя разработка и что она делает но при пережить прежде чем рассказать вообще что она в принципе делает нужно рассказать как у нас построена сеть вот как у нас построена сеть а сеть у нас построена по принципу микросегментации то есть у нас есть sg серверные группы можно это назвать отчасти в ланом таким да то есть вот в этой вот sg у нас живут сервера которые делают плюс-минус одну и ту же работу то есть и они изолированы то есть каждая sg изолирована между собой вот и нельзя пройти там от sg в sg нужно запрашивать доступы чтобы и мы как и b это все опрувили и там к условно там backend фронтенду или или бэк к базе могли ходить то же самое плюс минус то же самое мы хотели реализовать у нас в кластере чтобы условного ну namespace а нельзя было ходить на namespace b без того чтобы и b не было наверное об этом в курсе ну вот и что делает федор ну то есть понятно стало понятно что естественно мы вообще никак не можем вмешиваться в time to market и просить админов или разработчиков каждый раз делать task или approve на то чтобы между сгшками поднималась ну то есть approve доступ между допустимными спейсами вот поэтому мы написали федор что делает федор вот здесь вот например на этом слайде мы что видим мы видим следующее что наверное даже вот этот нет все таки ключом вот у нас есть некие это вот диплое и между диплоями у нас то то есть один раз в сутки у нас наш бот ходит и забирает все network policy которая есть и строит графы а когда он построил графы он сравнивает это с тем что произошло вчера существующей выгрузкой смотрит какие появились новые если это были новые то есть синие средно синие связи если они уже существовали если это новые то зеленые связи вот а если у нас работал движок и понимает что эта связь нелегитимна он нам подсвечивает это все красным таким образом мы опять стоим сбоку и вообще никак не вмешиваемся в процесс диплоя там вся сиди в выкатку и вообще все что с этим связано мы уже по факту с выгружаем тарк полисе и видим допустим между какимиными спейсами какие сетевые связанности есть и если наш движок отработал понял что это не но не легитимная связь мы это все ну рубим не как называют мы приходим к админам ну и опять же договариваемся с ними о том что произошло почему это ну может быть это легитимном просто мы пока не понимаем этого если мы здесь вот на этом скрин на этом слайде здесь указано более подробно вот и что у нас получается по итогу по итогу у нас получается следующее у нас полностью покрыт кластер мы собираем абсолютно все что нам необходимо как непосредственно с ноды так и с подов вот у нас написаны в соки корреляции которые реагируют на все это и дну и то есть в случае инцидента ребята расследуют мы максимально получаем максимально возможно количество логов получаем которые только можем собрать со всего что ну опять же чего-чего что можем собрать мы гораздо сильно очень сильно сократили расходы на ресурсы ну то есть на железо нам не нужно теперь огромное ну там множество разных множество там серверов для допустим одного инструмента и b ну и опять же очень очень много чему научились на своих ошибках и пришли рассказать это теперь вам чтобы может быть вы не совершали этих ошибок и шли по тому пути пути которые более верны а и наверное плюс минус все вот и теперь с удовольствием самое интересное наверно ваши вопросы благодаря за доклад вопрос такой а вот смотрите интересует применение федора вот вы говорите что какой-то момент времени он делается там переобучается или там апдейт новый происходит и вы видите что появилась какая-то дополнительная связь а вот каким образом это понимает и ну то есть там допустим вы видите что трафик пошел от одного там хоста к другому хосту или от одного namespace а другому namespace вот как вот это а мы вы хотите поподробнее рассказать как это работает да да смотрите а у нас мы забираем network полисе то есть как известно в кластере да то есть вот все все на тварь полисе должно они там все сетевые связанности они явно прописаны и вот все эти сетевые связанности которые в данный момент существуют в кластере между там дипломе namespace подами без разницы мы их один раз в сутки и забираем вот мы их забрали положили в базу вот следующие сутки пришли мы опять их забрали сравнили с теми то что уже есть и поняли что вот эти вот новые их до этого не было затем движок отработал и показал то что по внутренним правилам вот это новых связи допустим из namespace а в namespace b быть не должно то есть они но не легитимные он нам это все подсветил он нам это подсветил мы пошли поговорили там с разработчиками с администраторами поняли почему это произошло может быть связь позвали может быть нет если она легитимная вот и на закоммитили это федоре что это допустим ок или не ок произошел следующий ну то есть следующий день пришли новые пришла пришла новая выгрузка опять произошло сравнение с прошлой выгрузкой и так вот это вот склично все это дело происходит я ответил спасибо еще вопросы а давай я пока вопрос из онлайн чата задам а дальше мы вернемся к нашему залу какие изменения в процессах девопс и обслуживание инфраструктуры могут возникнуть после внедрения мониторинга на основе bpf high load кластерах какие требования к мониторингу безопасности и тревожных сигналов нужно определить перед началом внедрения bpf и на high load кластерах вопрос ну это во первых то нужно ну близко коммуницировать соком ну то есть понять то есть что для нас является критическим событием что не является критическим событием а влияет ли он как-то на вот там на девопс и на развертку вообще никак не влияет потому что мы один раз там грубо говоря задеплоили написали хамчарль задеплоили и просто собираем все логи в себя то есть то есть здесь ноль работы для девопсов или для там для усложнений к жизни то есть это наоборот сделано для того чтобы мы никак не мы никак не мешали работе девопсов разработчиков мы смотрим мы стоим рядом и смотрим наблюдаем вообще чё в кластере у нас происходит спасибо привет меня антон зовут вопрос такой это же все про дата плейнда или проконтрол плейн тоже и там про все про все в это же решение ну вот как клауд наверняка соль я не знаю про продукт наверняка там есть менеджер кубернетис и контрол плейн вы никак не отдаете пользователям какой вот там но к сожалению из-за там ограничить за ограничение идея не все могу рассказать но здесь как вот здесь мы никак не были не влезаем в вк-клауд и в пользовательских кубера пользовательских убирает а их кубера они могут строить этому защиту и вообще использовать как они хотят здесь именно для нашей для условно там ну да по допустим возьмем не знаю почту вот пусть будет почта то есть про инфровые кластера конечно для это про инфровые кластера да то есть пользовательских но пользовательских кластера которые заказывают это их кластера и мы но у меня как раз я понимаю что в дата плейн пользовательский вылезть не будете там условно никаких условиях но ежи контрол плейн и но нди ограничивают и ничего нельзя рассказать спасибо спасибо здравствуйте михаил а вот на основании сбора от этих системных вызов у вас какой-нибудь алертинг есть по каким-то критическим событиям и если да то как у ноту с вами как обрабатывать конечно ну то есть а во-первых давайте расширим немножко про тетрагон тетрагон может собирать не только там вызовы ядра он может еще собирать допустим обращение к файлам вот мы можем ему задать вот если ну давайте как вы нибудь там вот если в этом шаду кто-то попросился или хотела посмотреть пришли нам об этом alert в джи сегодня пожалуйста если мы можем отслеживать допустим днс трафик он это тоже умеет если кто-то там на днс пошел мы тоже это увидим мы можем вообще в принципе сетевой трафик смотреть мы можем с какими капабилитисами это было сделано тоже посмотреть вот ну допустим если у нас происходит так что в контейнере кто-то что-то сделал с капами сисадом ну как бы это аверт ну потому что в контейнере не должно быть таких прав вот если там ну и классику то есть мне вот если мы вернемся вот на эти слайды вот допустим куй май ну никто не будет в контейнере делать куй май зачем ему это вот никто не будет там айди делать в контейнере то если да это была большая поработка вместе там с нашими аналитиками сока о том что давайте мы как-нибудь придумаем так какие нам нужно правила то есть это там именно как источник анализировался источник подключался вот и вот буквально я когда готовился конференции мне вот написали что там ребята сока что вот что-то там надо посмотреть вот я с вами договорю и пойду посмотрю что там случилось а вот какой-то может уже есть статистика может даже какого-нибудь злоумышленника такого ловили а ну я же не могу об этом рассказывать у меня понимаете вот простите спасибо спасибо за доклад я хотел уточнить правильно понимаю что тетрагон фактически заменяет локстэш файл бит нет неправильно локстэш файл бит он собирает логи и отправляет их а тетрагон он просто собирает логи с нода и спода и в свой ст даут вар контейнер вар контейнер с локс воно туда это все пишет а файл бит как раз таки забирает оттуда логи и отправляет по числу по числу будет нам джейсон но не важно то есть он отправляет это непосредственно условную кавку и локстэш а понял спасибо вот и в связи с этим как раз хотел следующее спросить говорит что выпилили эластик а тогда храните все где а ну приоткрою секрет у нас ну на нас сделано правильно грубо говоря то есть у нас сразу в съем не летит вот логи у нас сначала это все естественно летит в кавку в топе кавки вот а с топика кавка в кавке у нас уже съем забирает себе и там же анализирует спасибо и еще один буквально небольшой вопрос просто чтобы уточнить по самой и технологии bpf получается вот в случае когда мы идем по стандартным сетям линукс там вроде все ядро логирует а в случае bpf там логи с темными вызовами все такое это настолько гибко и вы можете настроить логировать вообще просто то что вы хотите а то что вы не хотите логировать не будет кстати если будете экспериментировать вообще вам очень понравится с башен поэкспериментировать там как это все башенку башенку этим там без разницы вот сашем то есть вы очень много интересного подчеркнете ну то есть советую просто по поэкспериментировать с этим и покопаться и не интересная штука спасибо пожалуйста в онлайне еще спрашивают а почему все таки федор что почему все таки федор в честь какого знаменательного федора было названо это наверное история как же он жон за риппер когда создатели джон 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 риппера спросили а почему джон риппера ответила почему бы и нет здесь тоже самое почему бы и собственно идет почему и не федора понятно спасибо тебе большое слушай а вот у нас есть еще немножечко время которым там еще можно позадавать вопросы давай тогда посмотрим вопрос в чат каким образом можно интегрировать мониторинг и анализ активности на кластере с помощью bpf без значительного снижения производительности как вы оцениваете потенциал bpf и для улучшения безопасности надежности работах и load кластеров в к да я как раз проекты все это время ну вот да мне кажется что это странный вопрос как раз про это я рассказывал то что именно именно этим и занимались нам критически важно было не ну не уменьшать точнее не повышать расходы на обслуживание инструментов ebay вообще в принципе расходы на кластер потому что если ну давайте просто посчитаем да то есть у нас 1900 нот и мы возьмем 4 ядра на одну ноду вот путем нетрудной математики мы поймем сколько это всего сколько нужно железных серверов для обслуживания средств fb да то есть это невозможно это unreal вот и bpf да очень классно очень нравится всем советую и как раз таки ноль-ноль-три то есть после долл после долгого оператива пилотирования его исследования допила вот вы ну мы пришли к тому что ноль-ноль-три вот спу на одно ядро то есть это практически ничего вот если хотите вот просто можете использовать слушай еще такой вопрос уже просто от меня можешь что-нибудь нам такое интересное рассказать там вот тут рассказал про проблемы какие-то про какую-нибудь не знаю проблему с которой вы внезапно столкнулись которые не ожидали вот еще из того что не озвучено на на слайдах всем же интересно послушать про чужие факапы но из того что не под идеей ну таких историй конечно у есть наверное у каждого что когда ты где-то забыл поставить запятую или кавычку вот я помню когда на нашем тестом кластере мы тестировали тетрагон казалось то что это тоже не полетит а вот просто потому что потому что казалось все что все что все уходит в кавку она не уходила вот и мы очень долго ну то есть достроено должно было быть все вроде бы правильно вот мы даже это там тесты проводили и все приходило вот и мы тогда флюинбит использовали вот тоже могу флюинбит тоже хорошо если вы будете выбирать что поставить на кластер между и вы будете выбирать между флюинд и флюинбит опять же рекомендую поставить флюинбит потому что он заточен более так ли 1 для кластеров чем флюинда флюинда он тяжелый и и Опять же много много потребляет ma'ath и этот флюинбит оставьте фильм бит будет хорошо вот и очень долго мы тестировали и она не шло вот оказалось просто то что там была строчка закомментированно. Ну, как обычно. Это два дня из жизни просто закомментированная строчка. Примерно так. Прекрасно. Спасибо. По крайней мере, зал начал улыбаться. Да, в конце хотелось бы сказать спасибо еще Диме Тарадаеву большое. Низкий поклон за помощь в подготовке презентации. Спасибо ребятам из команды Васи, Дееву и Саше Копылову. Спасибо вообще общей команде большое. И всем спасибо, всем пока. До следующего раза.